Каждому известно, что в океане очень много рыбы. Ученые предполагают, что еще несколько сотен или даже тысяч лет океан будет способен прокормить человечество. Но читая, например, приключенческие романы, люди часто узнают из них информацию о том, что моряки постоянно голодали в открытом море. Им попросту было нечего есть. А если же они ловили рыбу и съедали ее, то очень часто все заканчивалось гибелью. Но почему же так происходило? Во многих записях со времен великих географических открытий отыскивается одна и та же странность. Весь богатый улов приходилось выбрасывать за борт, поскольку пойманная рыба оказывалась непригодной для пищи. При этом множество членов экипажа умирали после того, как съедали эту рыбу. Но как можно умереть, употребив пищу обычного окуня или тунца? Да, люди поняли, что поедание абсолютно любой рыбы может привести к летальному исходу. Нужно было как-то обезопасить себя. Кто-то просто голодал, а кто-то прибегал к способам, которые теперь кажутся совершенно абсурдными. Например, испанцы, будучи фанатично верующими, окрепляли весь улов святой водой и искренне верили, что это сделает рыбу съедобной и поможет им избежать смерти. Затем они клали на рыбу монету из серебра или крестик. Если предметы меняли цвет, это означало, что такая еда непригодна для употребления в пищу. Всю остальную рыбу раскладывали на палубе и наблюдали. Если к улову прилетали мухи, значит его можно было есть. Если же нет, выбрасывали все, несмотря на голод. Но все-таки почему самая обычная рыба могла оказаться смертельно опасной? Еще в VII веке до н.э. лекари из Китая описывали внезапные и странные случаи гибели людей после употребления ими в пищу морской рыбы. И до середины XIX века никто не мог понять, почему это происходит. Лишь в 1866 году кубинский доктор Филиппе Пуэй наконец определил, в чем была причина. Он подробно рассказал о случае отравления человека моллюсками. Выяснилось, что причиной смерти была сигуатера – заболевание, возникающее при употреблении в пищу рыбы, ткани которой содержат особый биологический яд под названием сигуатоксин. Этот яд находится в водорослях, растущих на мертвом корале. Травоядные рыбы едят эти водоросли, после чего хищные рыбы поедают травоядных, а затем уже крупные рыбы поедают более мелких. Яд постепенно накапливается в тканях рыб, однако сами они никак от него не страдают. После того, как человек съедает животное, зараженное токсином, у него и развивается сигуатера. Чем дольше у рыбы жизнь, тем больше яда накапливается в ее тканях. И даже после термической обработки или замораживания продукта, токсин продолжает действовать. Симптомы начинают проявляться у человека примерно через 60 минут после употребления продукта в пищу. Иногда первые признаки возникают лишь спустя 6 часов. Сначала появляются боли в животе, а затем начинаются рвота и диарея. В отдельных случаях даже возможны трудности с дыханием, или сбои в работе сердечно-сосудистой системы. Иногда возникают неврологические нарушения – депрессия, головная боль, ухудшение памяти. В большинстве случаев, если людям, в чей организм попала высокая доза токсина, не оказать помощь вовремя, все заканчивается летальным исходом. Конкретного лечения сигуатера не предполагает. Человека лечат так же, как если бы у него было обычное травление. К слову, во время Второй мировой войны рыбой отравилось огромное количество американских военнослужащих, и после проведения обследований у каждого из них была выявлена сигуатера. И даже в наше время каждый год выявляется примерно 20 тысяч случаев подобного заражения. Но больных, конечно, может оказаться еще больше, не все обращаются за помощью, да и каждый переносит отравление по-разному. Теперь становится совершенно понятно, почему моряки голодали в открытом море, и почему им приходилось есть чуть ли не свои собственные ботинки. Казалось бы, все, что необходимо было сделать людям, чтобы не умереть от голода, это забросить удочки в море и наловить еды столько, сколько захочется. Но даже самая обычная рыба, а не какая-нибудь ее экзотическая разновидность, как выяснилось, может оказаться смертельно опасной. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите свои комментарии и не забудьте подписаться на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok